Друзья, приветствую вас на нашем канале! Традиционно конец лета – это время, когда автопроизводители готовятся к показу своих новинок. Подтверждением тому служат новости прошедшей недели, которые мы рассмотрим в этом видео. А именно, расскажем о появлении официальных изображений нового Havail H9, посмотрим и обсудим тизер внедорожника Nissan Patrol 2025, который готовится к официальной премьере. Также на этой неделе были представлены обновленный минивэн Voyager Dream, и пикап Great Wall Power с более мощным дизельным мотором. Обе машины официально доступны в РФ. И в конце видео разберем вопрос о том, почему оконные дефлекторы на авто оказались под запретом, и почему в нашей стране наблюдается массовая продажа почти новых автомобилей на вторичном рынке. Но обо всем по порядку, а перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал, у нас много интересных новостей из мира авто. Итак, приступим! Great Wall Motors недавно показала новое поколение внедорожника Havail H9. Компания поделилась не только свежими фото, но и техническими данными. Это уже не первый раз, когда показывают H9, но теперь стало известно больше технических подробностей. Во-первых, H9 получил новую полноприводную систему TOD плюс M-Lock и фирменную систему контроля тяги для разных дорог. Под капотом будет стоять двухлитровый турбомотор с восьмиступенчатым автоматом. Ожидается и дизельная версия с двух и четырелитровым двигателем на 187 лошадей, который недавно появился на пикапе Great Wall Power. Внешне новый H9 выглядит солидно. Главная фишка – три блокируемых дифференциала – передний, центральный и задний. Вместе с новой системой контроля тяги это должно сделать машину максимально эффективной в любой местности. В будущем обещают выпустить и гибридную версию. Компания Nissan запустила необычную рекламную кампанию, постепенно приоткрывая завесу тайны над обликом патрол нового поколения. Каждый четверг будут появляться новые элементы дизайна внедорожника. Пока показали решетку радиатора и задние фонари. Полностью новый патрол представят 4 сентября. Похоже, что новинка сохранит знакомые очертания, но получит современные детали. Ожидается, что спереди появится фирменная решетка V-Motion с сотовым узором. Сзади будут оригинальные фонари, которые соединит светодиодная полоса с логотипом Nissan посередине. Технический патрол будет похож на Infiniti QX80. Они будут построены на одной рамной платформе. Главная новость – прощание с V8. Вместо него под капот поставят более современный V6 с двумя турбинами. Скорее всего, это будет 3,5-литровый мотор от вышеупомянутого QX80. Бренд Voya представил обновленную версию минивэна Dream. Модель 2025 года стала настоящим прорывом в сегменте. Главная особенность новинки – система автономного вождения ADS 3.0 от Huawei, позволяющая машине двигаться без участия водителя. Дорестайлинговая модель уже доступна на некоторых зарубежных рынках, включая Россию. Внешне новый Dream мало отличается от предыдущей версии. Основное изменение – увеличенная решетка радиатора с 34 вертикальными планками. Покупатели смогут выбрать комплектацию с лидаром или без него. Габариты – длина 5315 мм, ширина – 1985 мм, высота – 1800 мм, а колесная база – 3200 мм. Главное достоинство нового Dream – передовые технологии Huawei. Система ADS 3.0 использует искусственный интеллект для оценки дорожной ситуации. Она способна самостоятельно парковаться, выезжать с парковки, останавливаться у обочины и даже проезжать через шлагбаумы. Пока производитель не объявил цены обновленного Voya Dream. Будут доступна гибридная версия с запасом хода 236 км на электротяге и 1231 км в смешанном режиме, а также полностью электрическая модификация, способная проехать до 650 км без подзарядки. Great Wall обновил пикап Canon, известный в России как Poir. Теперь модель 2025 года получила новый турбодизельный двигатель объемом 2,4 литра. Это существенное улучшение по сравнению с 2-литровым мотором, который сейчас доступен российским покупателям. В Китае обновленный Power предлагается в четырех вариантах – два с задним приводом и два полноприводных. Цены начинаются от 135 800 юаней – около 1 600 000 рублей по текущему курсу за базовую версию – и доходят до 168 800 юаней – примерно 2 миллиона рублей за топовую комплектацию. Внешне новая версия мало отличается от предыдущей, сохраняя свой брутальный вид. Главное новшество – это двигатель. 2,4-литровый турбодизель выдает 184 лошадиных силы и крутящий момент 480 ньютон-метров. Он работает в паре с 9-ступенчатой АКПП. Расход топлива составляет всего 8,5 литра на 100 километров. Интересно, что мотор специально адаптирован для работы в горах. Улучшенная система охлаждения и мощный аккумулятор обеспечивают легкий запуск в сильный мороз. В салоне 7-дюймовая приборная панель и 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей. Есть кожаные сидения с электроприводом. Автомобиль оснащен функцией автоматической парковки и полным приводом с электронным управлением. Еще недавно многие автолюбители ставили на окна своих машин дефлекторы. Эти приспособления помогали защитить салон от пыли и дождя при открытых окнах. Однако сейчас большинство водителей уже избавились от них. Почему же установка дефлекторов оказалась под запретом? Как объяснил инспектор ГАИ, дефлекторы не были предусмотрены изначальной конструкцией автомобиля. Хотя они и выполняют полезную функцию, их установка влияет на аэродинамику машины. Кроме того, из-за изменения воздушных потоков при движении в салоне становится шумнее. Есть два способа крепления дефлекторов – наклеивание на кузов или установка под уплотнители стекол. В первом случае они могут оторваться на ходу, а во втором мешать нормальной работе стеклоподъемников. Использование не сертифицированных дефлекторов может обернуться штрафом в 500 рублей по статье 12.5 COAP. При повторном нарушении сумма штрафа возрастает до 5000 рублей. В худшем случае водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев. Важно также отметить, что машина с установленными дефлекторами не пройдет техосмотр. Таким образом, несмотря на кажущуюся пользу дефлекторов, их установка сопряжена с серьезными рисками для водителей. Штрафы, проблемы с техосмотром и потенциальные неприятности на дороге – все это заставляет задуматься, стоит ли игра свеч. Поэтому многие автовладельцы предпочитают не рисковать и обходиться без этих дополнительных устройств. И под конец. На популярных площадках по продаже автомобилей появилось много предложений машин с пробегом от 150 до 3500 километров. Эти почти новые авто вызывают вопросы, почему их так быстро продают. Инспектор ГАИ поделился основными причинами этого явления. Часто такие машины попадают на рынок после мелких ДТП, их подкрашивают и пытаются быстро продать. Также нередко продают кредитные авто. Владельцы, не справившись с выплатами, стараются избавиться от долга. Бывает, что машины с небольшим пробегом привозят частные предприниматели для перепродажи. Иногда это неликвидные варианты от дилеров или авто, участвовавшие в тест-драйвах. Интересно, что таксопарки тоже продают почти новые машины. Купив китайские модели и разочаровавшись в них, они стремятся быстро их реализовать. Сейчас так продают и востребованные модели. Бывает, что реальный владелец, купив машину по рекламе, разочаровывается и пытается ее продать. Что ж, на этом у меня все. Обязательно делитесь вашим мнением в комментариях под этим видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы оставаться в курсе интересных новостей из мира авто. Спасибо за просмотр и всем удачи!